Окей, давайте начнем из знакомства. Кто же я такой, собственно говоря? Меня зовут Константин. Я работаю на EPUM на позиции senior frontend developer. Во фронтенде уже больше пяти лет. В основном сфокусирован на JavaScript. И все, что с ним связано. В последнее время сфокусирован больше на Angular 2 Plus development. Из недавних проектов на EPUM у нас был как раз написан проект для одного крупного заказчика. Как раз с использованием второго Angular. И об этом как раз я хочу сегодня поговорить. Хочу сразу сказать, что в конце будет рекурсивная ссылка на материалы. Так что, если кому-то будет что-то интересно, не доставайте телефоны. То есть в конце вы все увидите. Окей, давайте поговорим, посмотрим, о чем же мы сегодня будем говорить. В первую очередь мы будем говорить о технических реквайментах, которые поставил нам заказчик. Потом поговорим о архитектуре и каких-то челленджах. Посмотрим в ретроспективе, что было хорошо, что было плохо, как мы заимпровили какие-то вещи. Ну и на самом деле еще чуть-чуть больше. Поговорим еще о дополнительных вещах. Окей. Перед началом я хотел бы вызвать у вас примерно такие же чувства, которые были в нашей команде перед самой подготовкой к проекту. Вопрос такой к вам. Скажите, у кого есть опыт работы с Angular 2? Поднимите руки, пожалуйста. О, есть. Хорошо. А с Angular 2? Ага, хорошо. А с AngularJS? А с третьим Angular? О, вот. Вот примерно у нас был такой же конфуз. На самом деле этот конфуз есть и в сообществе. То есть многие люди не понимают, да? Angular, AngularJS. То есть в интернете можно найти практически все, что угодно, что с этим связано. Вот. Даже несмотря на то, что команда разработчиков Angular ввели как бы версионность, они четко всем сказали, что вот у нас будет все, что новое будет называться Angular, да? А все, что старое, Legacy будем называть AngularJS. Но на самом деле это все хорошо и просто. Это вот. Ну, я все-таки не поленился, да? И собрал для вас такую небольшую подборочку того, что можно встретить сейчас в интернете. Вот. И вот. Angular, окей. Angular2, Angular2+, тоже хорошо. Angular4, Angular5 уже будет осенью у нас. И хит AngularJS2. Вот. Тут вообще меня поставили в ступор. Ну, хорошо, да. Все очень просто, да. И окей, давайте будем придерживаться того, что нам сказали разработчики. Все-таки Angular. Хорошо. Все, что новый Angular. Окей. Проверяем. Захотел я найти Angular сервисы. Ну, соответственно, к второму Angular. Но первая же ссылка отвела меня на AngularJS. Вот. То есть. Такой бум. Вот. На самом деле есть решение этому всему. Вот. Сейчас в комьюнити как раз говорится о том, что все-таки давайте будем использовать Angular2 для того, что все-таки новое у нас есть. Вот. Или Angular2+. Потому что с этой версионностью есть больше проблем, чем чего-то другого. Окей. Давайте поговорим о техникал реквайментах, которые нам поставил заказчик. Что же он хотел? В первую очередь… Оп. Оу. Кул. Здравствуйте. Да. В первую очередь, что он хотел? Angular2 framework. То есть это был рекваймент от самого заказчика. Вот. Дальше они хотели reusability компонентов. Ну, тут вроде все просто. Веб-компоненты. И так все reusability. Но они хотели не просто reusability, а хотели, чтобы они могли переиспользовать эти компоненты потом в своих каких-то других порталах, вещах. То есть надо было продумать, как бы мы будем это все деливерить. Вот. И, конечно же, интеграцию они хотели еще со своими сервисами. Single sign-on, API, которые как раз на тот период было еще не доделано. И приходилось часть аппликейшена сдавать на моках. Ну, это такое. Хорошо. И, на самом деле, были еще и другие реквайменты. Качественный код, юнит-тесты. Порядки, чтобы не меньше 80% был код coverage. Хорошо. Посмотрим, давайте, почему же они остановились все-таки на Angular2 framework. Почему же он хорош? Какие у него есть бенефиты? Ну, во-первых, легко изучить, скажем так. То есть вам достаточно знать, что делают круглые, квадратные и комбинация круглых и квадратных скобок. В принципе, все. То есть того непонятного синтаксиса, который у нас был в версии AngularJS, версии 1, 3 и так далее, этого всего нет. Модульный, кроссплатформенный. То есть они, скажем, использовали у себя layer structure, где на этапе рендеринга можно подменить, скажем, или вы будете для мобильных девайсов bootstrapping ваши приложения или для сервера сайта. Так что это тоже был большой плюс. Бенефиты ECMAScript 6, TypeScript, RGIS, все это есть сразу уже под капотом, можно так сказать. Документация по сравнению с первой версией это намного лучше. И, конечно же, AngularKlee, универсальный инструмент, о нем мы еще поговорим, который в принципе в самом начале у меня были какие-то опасения к нему, что все-таки нет, мы хотим кастомных веб-пак сборок, потому что там каких-то специфических своих вещей, но на самом деле проверено продакшеном, ничего другого кроме AngularKlee нам не понадобилось. Но на самом деле есть еще много других дополнительных бенефитов. Но один из, можно так сказать, самых больших бенефитов, который как раз идет с точки зрения кастомера, это доверие от Google Мейнтейнера. Окей, хорошо, давайте поговорим о самой архитектуре. Архитектура – это, конечно, такая холиварная тема, то есть можно тут обсуждать, это было сделано правильно, это было сделано неправильно, но все же мы подошли к построению архитектуры с точки зрения наших реквайментов и того, что мы имели и какие решения на рынке. Окей, то есть можно сказать, у нас этот слайд, он в принципе не изменится до конца презентации, то есть у нас были просто компоненты, сервисы и Redux Store, то есть это три основных составляющие нашей архитектуры. Вот, компоненты, сами компоненты, они отвечали в принципе только за View, да, ну там еще поговорим детально, были Stateful, Stateless компоненты, вот, сервисы, которые отвечали конкретно за бизнес-логику и Redux Store, как инструмент хранения состояния нашего аппликейшена, вот, можно сказать, наша базейка. Окей, о самих компонентах. Компонентный подход уже есть, да, решением, как я говорил, первой проблемы с тем, что они хотели реюзать, сделать реюзабилити там, каких-то определенных сущностей на межпроектном уровне. Есть, конечно, такая теория, да, что если познать дзен переиспользование, то можно так быстро писать аппликейшен, как этот код. Окей, ну давайте посмотрим пример того, что же они хотели реюзать. То есть у нас была такая сущность, в нашем аппликейшене, как карточка, вот, то есть у нее был просто какой-то невероятный redundancy функционал. То есть мы эту карточку могли пинать, анпинать. Она могла, ее можно было drag and drop, да, перемещать в какие-то определенные вещи. Правым кликом на нее вызывалось контекстное меню, Дабл кликом detail страница, control дабл кликом открывалась в новом табе, вот, и еще она имела свое меню, кроме контекстного. Вот, и на самом деле она имела еще больше функционал. То есть там она имела еще state, locked, unlocked, published, unpublished. Ну, на самом деле очень много всего, и вот как раз такие вещи, они были повсюду, и кастомер конкретно поставил нам задачу, чтобы мы могли как-то отдать им эту карточку для использования в каких-то других порталах, которые они будут только в будущем создавать. Вот. На самом деле подход, который мы выбрали для компонентов, то есть мы отделили компоненты на два вида, да, то есть компоненты, которые stateless были, и которые конкретно отдавались на reusability, и какие-то portal-specific компоненты в данном виде stateful. Вот. Так, что же могли у нас stateful компоненты? Stateful компоненты имели только одну зависимость, это работа с сервисом, то есть они знали, как получить данные, как на что где-то подписаться и отдать уже готовые данные на stateless компонент. Stateless компонент, все, что он умеет, это просто рендерить эти данные на страницу. Вот. Сама коммуникация между этими компонентами происходит обычным простым способом через input и output. Как же выглядит наш stateless компонент изнутри? Так, sorry. Ну, этот слайд вряд ли для вас что-то будет значить. Тут как раз я хочу сфокусироваться на декораторе, который мы ставим на input, то есть в наш stateless компонент все данные будут проходить через input. Вот. Опять-таки мы можем все прописывать типы, ну, это такое. Хотелось бы отдельно, помните, я говорил, что карточка могла как-то реагировать, да, на control, double click, то есть нам надо было каким-то образом слушать все, что происходит вне, и эти все ивенты как-то, на них как-то реагировать внутри наших карточек. Вот. Мы можем это сделать легко с помощью host-listener. Angular дает нам такую возможность, то есть host-listener декоратор, но больше всего и самое интересное, это то, что мы можем удобно комбинировать эти декораторы, то есть мы можем слушать несколько ивентов, да, и там запускать наш метод, который будет обрабатывать какую-то информацию. Хорошо, как насчет коммуникации между компонентами? Ну, я уже говорил, да, коммуникация происходит через input-output, но на самом деле, как это можно организовать с помощью Angular? На самом деле у нас есть два способа. У этих двух способов есть свои плюсы и минусы. Первый из них – это использовать event emitter. Event emitter – это сущность Angular, это не, можно сказать, непривычные нам ивенты, то есть они не взлетают, и здесь может возникнуть такая проблема, что если у вас есть много каких-то nested компонентов, то вам нужно делать проброс из самого нижнего какого-то компонента к его parent. То есть, в принципе, в этом и есть проблема. С этой проблемой мы столкнулись и пришли к второму решению. Да, вот так выглядит сам темплейт нашего stateless компонента. Как раз круглые скобочки означают ивенты, которые мы передаем. И второй способ коммуникации между компонентами – это использовать кастомные ивенты. Кастомные ивенты – это как раз обычные JavaScript кастомные ивенты. Просто с помощью специального метода element ref, native element, мы можем диспатчить ивенты с наших, с самих дом сущностей. Но, как я и говорил, уже в кастомных ивентах есть тоже свои минусы. Иногда можно потерять контекст, откуда этот ивент пришел, потому что мы уже больше не пробрасываем его вверх. И самый главный минус использования кастомных ивентов в том, что мы сразу ломаем, скажем, возможность к сервер-сайт рендерингу, к мобайл, веб-воркеры, к сущностям, где мы не имеем реального дома. То есть на самом деле Angular уже с версии 4 появилась одна интересная сущность – рендерер, который работает с домом на более низком уровне. В принципе, это есть как решение проблемы, но можно его использовать. Кроме компонентного подхода есть еще такое… Понимаете, что это сегодня такое? О, эта штука больше не работает. Есть еще модульная структура. Модульная структура – это как контейнер для каких-то определенных наших Angular сущностей. И что мы еще решили сделать? Все наши компоненты, которые мы решили переиспользовать, мы закинули в отдельный реюзабельный модуль. И таким образом мы получили модуль композиции реюзабельных сущностей. Все это звучит очень страшно, но на самом деле ничего страшного здесь нет. Есть такая библиотечка, как Angular Material. На самом деле под капотом этой библиотечки все сделано точно таким образом. То есть мы можем отдельно загружать или какие-то композиции наших компонентов, или отдельно какие-то кнопки, допустим. Вот. То есть таким образом мы имели модуль этих реюзабельных сущностей. Отдельно хочу сфокусироваться на враперных компонентах. Вот. Сейчас я покажу вам темплейт. Вот. На самом деле враперные компоненты на 90% состоят из других stateless компонентов. То есть здесь главное правило по минимуму использовать какие-то дивы, обычные, скажем, flat HTML. Вот. Опять-таки в этого подхода есть свои плюсы и минусы. Из плюсов гибкость. То есть если нам нужно что-то поменять, мы можем легко выбрать какой-то блок, заменить его каким-то другим блоком. То есть в принципе это и плюс для самого кастомера, так как мы экономим время, и удобно для девелопера. Вот. Так. Опять-таки, да. Хочу сказать, что свое вдохновление мы черпали из Angular 2 материал библиотечки. Какие же бенефиты это нам дает? Вот. Ну, во-первых, все выигрыши. Основные бенефиты. Такие сущности легко тестировать. Вот. Мы имеем гибкость, да. Я сказал, что мы можем легко что-то добавить, убрать. То есть это не составляет нам больших проблем. Вот. И, понятно же, легко переиспользовать. Хорошо. Давайте погружаться дальше. Перейдем к data flow. Организация data flow, это в принципе считается самой такой сложной штуки. Надо выбрать правильные инструменты. Ну вот. Скажите, есть ли в зале те, кто использовал Redux на своих проектах? Организация data flow, это не только применимо к самому React. На самом деле нет. Redux можно использовать для любых фреймворков. Это просто фреймворк агностик библиотека. Вот. И как раз под Angular есть там несколько решений. Вот. Мы остановились на ng-rex store. Это такая библиотечка. На самом деле она, это не врапер над самой библиотекой Redux. Вот. Это, можно сказать, реимплементация ее. Вот. Она имеет в принципе все те же бенефиты, которые имеет просто Redux. То есть, ну кроме всего того, что имеет Redux, она еще имеет под капотом, она написана на RIGGS, на RIGGS стримах. Вот. Очень популярная. И в принципе вот этот подход RIGGS и observables, он вписывается в саму архитектуру Angular. И поэтому ее как бы легко использовать. На самом деле вышла сейчас еще уже четвертая версия. В четвертой версии они стали поддерживать lazy loading, упростили процесс тестирования и переделали интеграцию роутера. Хорошо. Давайте посмотрим на такую схемку, как происходит сам flow в нашем приложении. То есть, например, у нас есть stateless component. Мы делаем какой-то там клик, action. И с помощью, как я уже говорил, event emitter мы передаем какое-то состояние на наш stateful component. То есть, stateful component он слушает, он слышит этот event и, соответственно, вызывает какой-то сервис, метод сервиса. Этот сервис уже работает конкретно с NGRX Store. Туда он диспатчет ивенты. То есть, сама библиотечка NGRX Store, она дает некое определенное API, где мы можем использовать что-то из Store или диспатчить туда ивенты. Дальше, как только этот ивент перешел уже в NGRX Store, есть такие сущности еще как редюсеры. Редюсеры это просто pure function. Главный контракт редюсера это просто не использовать никакие side-effects. И при одном и том же, при них и тех же данных они возвращают всегда один и тот же результат. То есть, наш state, текущий state нашего приложения и action передается в редюсеры и оттуда уже мы возвращаем какой-то новый state на наш Store. После этого всего наш сервис может как бы не совсем подписаться, но он может выбрать какую-то определенную часть этого Store, часть этой базейки, и на который как бы есть самим уже стримом RIGGS, и на который уже подписывается наш stateful компонент. Он как-то этот state обрабатывает. И с помощью опять тех, что я говорил, бандингов мы передаем уже готовые данные на stateless компонент. Здесь вы можете видеть async, async pipe, то есть это такие сущности ангулара, которые позволяют вам, если кто знаком с библиотечкой RIGGS, они позволяют не просто не подписываться, потом отписываться от каких-то стримов. То есть с помощью async pipe это все делается под капотом. То есть когда вы, например, уходите с этой страницы, оно автоматически unsubscribe вас от ивента. Хорошо. По самой структуре приложения, как я уже и сказал, то есть у нас были в отдельные еще feature-модули были определены наши страницы. То есть это такой конвеншен от ангулара, специально оно дает еще benefit нам потом организовать просто lazy loading. О чем тут еще хотелось поговорить, это отдельно о таких сущностях, как редюсер и экшн-криэйтор. Экшн-криэйтор это такая, в принципе, опциональная вещь. Это просто некий хелпер для удобства, чтобы мы в каком-то одном месте хранили наши экшены и потом оттуда их брали и диспатчили. Чтобы не писать конкретно в каком-то отдельном компоненте, сервисе, просто потом, чтобы мы могли их переиспользовать. То есть он может быть, может и не быть. Но, как вы видите, эти экшн-криэйторы и редюсеры, они находились вне нашего feature-модуля. И, в принципе, когда уже росло наше приложение, то у нас появилась проблема в том, что их становилось очень много, и разобраться со всем этим уже было нелегко. Поэтому мы перешли в конечном итоге к более такой структуре. То есть мы переместили наши экшн-криэйторы и редюсеры конкретно в feature-модуль. И если какой-то компонент имел свой стейт, то есть он хранил в себе эти экшн-криэйторы и редюсеры. То есть были еще компоненты, которые, например, не имели какого-то стейта. То есть не обязательно, что каждый компонент должен иметь свой стейт. Еще мы добавили отдельную источность, такую как root-редюсер. То есть если компонентов у нас в feature-модуль могло быть очень много, root-редюсеры инкапсулировали в себе все редюсеры этих компонентов, и только они подключались уже к самому сторону. Такая же структура и была определена для наших сервисов. Еще хотелось бы упомянуть о такой интересной сущности, как ng-rx эффекты. На самом деле на нашем проекте мы не смогли их полностью имплементировать, потому что, во-первых, у нас был fixed price проект, нужно было педалить вперед, и только чудом получалось так, что мы могли в каких-то определенных моментах рефакторить. И рефакторить могли только из-за того, что мы могли выиграть какое-то время из-за самого уже каких-то реюзабельных вещей. Эффекты. Что такое эффекты? Как я уже говорил, компонент может диспатчить какой-то экшен, который попадает в редюсер, но что делает в этот момент сайд-эффект? Чтобы мы дополнительно не писали какой-то еще один dependency компоненту, типа сервис, которым он будет работать, который будет обрабатывать еще какие-то данные, можно использовать сайд-эффекты. Они слушают стрим текущих экшенов, и уже в них конкретно был какой-то dependency, например, там сервис, с каким можно работать. И когда он уже получал определенные данные, он генерит новый экшен, который там запиши теперь мне эти данные в store. К сожалению, я не смогу показать вам наши реальные приложения, которые мы написали из-за политики. вот, но могу показать вам, как работают экшены на простом, вот я накидал небольшое приложение, которое работает из Steam API, где мы можем, например, запросить какой-то вид скина для каких-то кс-пушек, вот, и все это организовано с помощью экшенов. То есть мы пишем, например, нас интересует авп, у нас проходит экшен, просто search, в котором есть авп, и автоматически наши эффекты слушают search, получают каким-то образом данные и диспатчат новый ивент, в котором уже пишут данные, полученные в store. Так, по структуре… Что касается самого эффект сервиса, то мы можем видеть здесь, что мы слушаем какой-то определенный экшен в данном виде, search. В нас есть отдельно заинжектена сущность skin service, при котором мы, когда у нас поступает search, мы дергаем наш skin service, и когда мы получаем данные, мы уже генерим новый экшен в наш store. И вот оно чудо, наш компонент, да. То есть наш компонент знает только, как задиспатчить ивент, в данном случае только то, что мы хотим искать. Вот. И он подписан на две вещи, которые выбирает из store. Это просто skins, data, да, все, что нам пришло, и search term – это конкретно в store то, что мы пишем. То есть никаких дополнительных dependency, никаких связанностей. Вот. Что по поводу use case, которые были использованы у нас на проекте? В каких случаях оно себя оправдывает? Во-первых, у нас вот… Оно сразу, можно сказать, оправдывает себя в случае, когда есть каких-то две независимых вещи. Вот. И при… Ну, две независимых вещи, но в то же время они должны как-то реагировать… то есть у нас есть, да, как я уже сказал, две независимых вещи, но нам нужна какая-то реакция. То есть в данном кейсе у нас есть менюшка, у нас есть айтем. Когда мы хотим запинать наш айтем, наше менюшка автоматически открывает нам доступ к корзине, да, куда мы добавили этот айтем. Вот. В каких еще кейсах? В нашем случае это были еще кейсы, связанные и с фильтрами. То есть в принципе это тот же предыдущий кейс. Как только мы селектуем какой-то фильтр, у нас сразу есть какая-то реакция на компонентах, которые у нас выводятся на странице. И еще один интересный кейс, который у нас был, когда один тип данных на странице встречается несколько раз. То есть в данном случае у нас есть recently created какие-то карточки, у них есть state pin on pin, есть какая-то таблица, остальных созданных карточек. И опять-таки, как только мы пинаем нашу карточку, мы автоматически в другом месте замечаем, что эта карточка запинена. Вот. То есть в принципе сама магия здесь происходит из-за трех вещей. Во-первых, это экшены. Во-вторых, это редакс. И третий – rig.js. Челленджи. В принципе на проектах, на проекте у нас я могу отметить такие челленджи, как versions hell. То есть обновления на раннем этапе фреймворка просто проходили постоянно. И приходилось постоянно апдейтить. И в этом была как бы вся проблема. Но еще есть ситуация в том, что если бы мы на этом первом этапе просто забили на эти обновления, мы просто в конце нашего проекта уже не смогли подключить ahead of time компиляцию. Еще можно сказать, и с челленджем для команды это было отсутствие какого-то персонального и experience of community. То есть у нас было много вещей, которые… Например, те самые библиотечки. Мы брали какие-то библиотеки и качество их желало, можно сказать, лучшего. То есть мы использовали ahead of time, не ahead of time, а tape of head для поиска. И он уже не работал так, как нам надо. То есть приходилось много вещей как-то переделывать, доделывать. И можно сказать, также то, что были какие-то гэпы в построении архитектуры, тоже все из-за того, что как бы не было какого-то персонального experience. Но ближе уже к концу проекта мы имели какую-то стабильность. И в принципе проблемы какие-то там возникали, они решались быстро. То есть версии менялись постоянно, выходило что-то новое, фиксилось. И рефакторинг. Одно из таких челленджов у нас было рефакторинг. На Fixed Price проекте это просто что-то нереальное, потому что и так время ограничено, но хочется что-то все равно сделать лучше, что-то где-то зарефакторить, какие-то использовать лучшие подходы и так далее. То есть энтузиазм и само ревизабилити нам помогло в этом челлендже. То есть у нас даже был такой интересный случай, когда скоуп целого спринта был заделирован. то есть его доставили уже за несколько дней из двухнедельного спринта. То есть все просто потому, что какие-то вещи можно было очень легко реюзать. И как бы это был очень большой плюс. По поводу перфоменса. Все, что касается перфоменса в Angular, да не было у нас никаких проблем. То есть просто надо было использовать Angular Performance Checklist, в котором нужно использовать production режим, ahead of time компиляция, change detection strategy on push, lazy loading. Также идет из коробки, причем вариантов там есть несколько. вы можете подгружать страницу по мере того, как вы на нее заходите, либо же зайти на первую страницу, все остальные будут загружены в фоне. Использование trackby, но это в принципе такая штука была и в первом Angular. И конечно же можно выключать some change detection. То есть если у вас есть какой-то компонент, который там постоянно дергает какой-то сервис, на все эти, можно сказать, side-эффекты, Angular запускает change detection. То есть это в принципе очень затратно по перфоменсу. И в таких кейсах вы можете просто взять и отключить этот change detection на этом компоненте. То есть каждый компонент имеет этот change detection. Вы можете сами выставить его, например, чтобы компонент обновлялся не каждый раз, когда вы дергаете какой-то сервис, а например поставить set timeout и обновлять его каждые 5 секунд. На самом деле есть еще и другие техники использования pure pipe, tree shaking, web worker. Все это, можно сказать, доступно из коробки в Angular. Еще одним из этапов в нашем development процессе был переход на Angular 4. То есть мы стартанули проект на втором Angular, но в конце уже отдали его на четвертом. Что же дает нам 4 Angular? Во-первых, он быстрее, сам бандл меньше, возможность использования ng на ng-if else. Они еще добавили, обновили роутер, добавили param-map, то есть такая сущность, где можно просто доставать что-то из урла очень удобным способом. Еще они переделали анимации. Официально 4 версии они уже используют web animation API. То есть, чтобы вы понимали, да, вот раньше, какой у нас был такой дедовский метод еще до использования CSS третьего, то есть мы могли там, да, юзать jQuery и использовать какой-то аниме, там двигать какие-то вещи. На самом деле, да, это все очень затратно с точки зрения дома. Потому что каждый раз, когда вы делаете анимацию какого-то элемента, по-моему, сегодня уже об этом был доклад, идет перерендер дома. И как раз решение web animation API, по-моему, это стандарт 2017 года, который позволяет с помощью JavaScript делать анимации, но они уже, скажем, работают не такими костылями, которые мы как бы делаем, там, да, навешиваем какой-то класс, hidden, да, и с помощью CSS мы transition в это уже, скажем, делаем эту анимацию. Вот. То есть вы можете использовать CSS внутри JavaScript, и при этом оно будет использовать web animation API, если это нужны какие-то поддержки браузера, оно под капотом будет использовать какие-то полифилы, но на самом деле это такой huge update. Да, еще они заимпровили View Engine. Сейчас я дальше на следующем слайде покажу. Ну, на самом деле там было еще очень много всяких вещей, но по поводу View Engine, чтобы вы понимали, то есть для версии Angular 2 просто, то есть вот сборка 1000 Angular компонентов, да, занимала 4,7 мегабайта. В четвертом Angular, то есть оно отдает вам 1,8 мегабайта. То есть в принципе опять-таки я отдельно проверял, то есть после полного какого-то апдейта страницы мы иногда бываю встречаем там какое-то дополнительное мерцание, да, там Angular loading, потом оно исчезает, то есть уже на четвертом Angular я проверял, у меня уже не получалось, потому что как бы сама сборка занимает очень мало, то есть и в принципе это дает performance, да. И в конце еще хотел бы поговорить о каких-то инструментах, которые мы использовали и нам помогли в процессе девелопмента. Ну, во-первых, да, как я уже сказал, это Angular CLI. Универсальный инструмент, дает из коробки и static code анализ, и разные настройки прокси, конкретно использовали на нашем проекте. вот build для продакшена, дева, то есть все, что есть, все есть у него сразу под капотом. Еще одним таким, можно сказать, тулом, ну он сейчас уже есть, входит в сборку Angular CLI, вот, раньше его нужно было подключать как отдельный NPM пакет. Что он дает этот language service? Он дает возможность вам в самом темплейте HTML использовать как бы сам, можно сказать, для валидации темплейта. То есть мы видим проблемы синтаксиса и так далее. То есть в принципе очень удобный, хороший сервис. Еще хотел бы сказать о таком инструменте для документации, как compadoc. это аналог TypeDoc, который еще под, дальше уже и JSDoc, то есть, но только он более заточен под Angular, вот, поддерживается опять-таки из коробки для Angular CLI проектов. Aguri тоже инструмент, как Chrome Extension, который вы можете, с помощью него вы можете проверить, какие-то input, свойства компонента. То есть в принципе тоже очень удобный tool, который себя показал с лучшей стороны. Единственный нюанс, то есть если вы используете enable product mode, то он в продакшен режиме не будет работать. И последний, последний, можно сказать, самый крутой инструмент, который есть, это NGRX Store DevTools. Конкретно использован, изоточен для работы с Redux Store, позволяет time traveling, то есть с помощью него вы можете проверить stores, какие идут стейты, то есть в принципе незаменимый инструмент в работе. Напоследок, что бы хотелось сказать. Да, есть определенные проблемы и пробелы еще на раннем этапе развития Angular 2 Plus фреймворка, но он показывает себя еще и с хорошей стороны, так как он перспективный, очень гибкий, очень удобный и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения девелопмента, не сложен в изучении, легко тестировать его сущности, оптимизировать, снимать какие-то лимиты, то есть в принципе, по сути уникальный фреймворк, который дает вам много возможностей. Если вам что-то не подходит, не подходит Change Detector, то выкинете его, вы можете написать свой. Мне нравятся круглые квадратные скобки, вы можете их выкинуть и переписать на какие-то другие. То есть в принципе, это все, что я хотел сказать. Вот здесь есть ссылочка на материалы, о чем я сегодня говорил. Спасибо за внимание.